здравствуйте уважаемые коллеги так ну опять же для начала зададимся тоже вопросом для чего нам нужно знать вот артериальную анатомию и печени прежде всего печень для операции на желудке ну прежде всего это связано с тем что самое такое одно из одно из самых опасных осложнений круга боятся хирурги это краски повреждения либо перевязка артерии печени потому что желудок то ну или часть желудка не удалят а печень то останется и нужно чтобы с ней все было хорошо вот и поэтому первая наша задача это определить имеется ли анатомия такая классическая либо она атипичная чтобы хирурги при проведении операции не 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 повредили случайным образом артерию прохождение который в данном месте они не догадываются либо не привязали артерию которые считают что она не даст краснабжает какой-то что-то незначимое это первый момент второй момент это чтобы хирурги могли ориентироваться во время операции на топографию органа в зависимости от того как проходит сосуд потому что есть анатомия сосуде опять же типичная то это одна ситуация атипичная то какой-то атипичный сосуд он создает новую топографию и тоже хирург зная где он расположен может относительно него определяет расположение каких-то других структур и третий момент это при проведении лимфодисекции которые в онкологической практике при операции безусловно проводится чтобы тоже понимать где расположены те лимфоузлы которые нужно удалить потому что они расположены вдоль вдоль артерий согласно по спецификации которую вы прекрасно знаете и так с чего все началось началось что шестьдесят шестом году митчеллс предложил классификацию артериальной анатомии печени в которой он выделил 10 основных типов по частоте встречаемости по его данным но в дальнейшем проводились повторные подобные статистические исследования в основании как объектно-томографический метод так и ангиографии которые в общем то подтвердили данное процентное отношение самое часто встречающийся это первый тип это типичная анатомия при котором общая печеночная артерия отходит от членов ствола делится на гастридуальную артерию собственную печеночную артерию которая в свою очередь делится на правую и левую печеночные артерии что касается анатомии желудка нужно также учитывать что само кровоснабжение желудка осуществляется левую желудочные артерии которые отходит от непосредственно от членов ствола усуществляется правая ужеளкая желудочная сальниковая артерии от гастридуальной артерии левой желудочно-сальниковой артерии от слизи iç этой артерии и правая желудочная артерия собственно печеночные артерии предпрежде всего так как создавание также плюс а короткий желудочные артерии вот сведи winocch Jessica Второй, наиболее часто встречающийся тип – это замещающая левая печёночная артерия от левой желудочной артерии. И сразу же хотелось бы обратить внимание, чем отличаются замещающие артерии от добавочных артерий. Замещающие артерии характеризуются тем, что это такой магистральный ствол, который отходит из другого места и проснабжает, по большому счёту, всю ту зону, ну или почти всю ту зону, которую должен проснабжать при нормальной анатомии. А добавочная артерия – это называется в таком случае, когда присутствует основная артерия, отходящая от какого-то типичного места, а вот и добавочная, которая оснабжает малый объём органа. Вот здесь на слайде представлена 3D-реконструкция типичной анатомии членового ствола и верхней приженщины артерии. Когда от членового ствола отходит левая желудочная артерия, анатомия показана стрелкой, отходит общая печёночная артерия, отходит сизёночная артерия. Ну и ниже членового ствола расположена верхняя приженщина артерия, никаких наполнительных замещающих сосудов здесь нет. Посмотрим на слайд. Представлена замещающая левая печёночная артерия от левой желудочной. Здесь видим, что сосуд довольно большого диаметра. Кровоснабжает, в общем-то, все сегменты левой доли печени, то есть видим, что здесь вот есть ветка, которая идёт к двойке-тройке, и к двойке-четвёрке пошла. Вот на второй картинке представлена просто корональная плоскость, как от левой желудочной артерии отходит замещающая левая печёночная артерия. Замещающая правая печёночная артерия от верхней приженщины артерии. Что тут нужно указать? Здесь, помимо того, что она вообще есть, ещё важно указать, проходит ли она кзади от воротной вены. Потому что при лимфодисекции, осуществляется лимфодисекция в том числе в участке кзади от воротной вены, там часто хирургам недоступна визуализация эта зона, и если там будет артерия, то высокорисковое повреждение. Поэтому нужно, если об этом не знать, то можно её повредить в высокой доле вероятности. Это первый момент, который нужно указать. Ну а также ещё бывают такие особенности, как у данного пациента. Здесь есть расширение дистальной части членового ствола, и её тоже нужно указать, чтобы об этом знать. Вот, и вот ситуация, это другой пациент, у которого есть замещающая правая печёночная артерия, отходящая от верхней приженочной артерии, которая как раз-таки проходит позади от воротной вены. Ну вот тут она указана, в общем, стрелочкой. Покажу ещё раз. Вот, этот нюанс лучше указать. Ну, либо описание, либо, если это будет какая-то мутицидисциплинарная комиссия, и вот об этом просто хотя бы словесно указать хирургу. Так, ещё один важный момент – это гастродональная артерия. Чтобы понимать, артерия добавочная, замещающая, и как назвать вообще какую-то артерию, нужно понимать, откуда отходит гастродональная артерия. Потому что она, по большому счёту, от того места, где она отходит, общая печёночная артерия переходит в собственную печёночную артерию. И вот это первый момент. Ну и второй момент – важно знать, где она отходит, тоже для планирования операции, чтобы либо не повредить её, либо выполнить соответствующим образом доступ и так далее. То есть, если какая-то есть особенность отхождения гастродональной артерии, она тоже должна быть указана. В данном случае мы видим, что есть замещающая правая печёночная артерия от верхней ближайшей артерии. А от членов ствола отходит действительно именно общая печёночная артерия, которая потом переходит в собственную, в месте отхождения гастродональной артерии. Ещё особенностями можно указать, как раннее деление долевых печёночных артерий. Но можно назвать, как отдельное отхождение долевых печёночных артерий от членов ствола. Тут, возможно, и такая, и такая формулировка. Кому как нравится. Главное, чтобы хирургу было понятно, и чтобы это было соответствующим образом описано в тексте. Потому что это тоже важно. Потому что если будут проводиться лимфодисекции в печёночной дисперстной связке, то можно, если увидеть только одну артерию сперва, думаю, что это основная, а вторую не будет знать, он может вторую повредить по незнанию. Поэтому это тоже нужно обязательно указывать в заключениях. Здесь хотел показать добавочную левую печёночную артерию. Хотел показать, чем отличается. Основная левая печёночная артерия проходит в воротах печени. Видимо, она довольно большого диаметра. А вот добавочная левая печёночная артерия, вот она отходит от левой желудочной артерии выше, и кто снабжает небольшой участок паренхемы печени. Поэтому, по большому счёту, конечно, добавочная. Хирурги будут знать, что, в принципе, перевязка этого сосуда не повлечёт за собой какие-то осложнения, и они смело могут его перевязывать при операции на желудке. Хотел бы сразу ещё отметить, что, по большому счёту, нет разницы, какая по объёму планируется операция на желудке. Это какая-то там дистальная, максимальная резекция, гастроктомия. И, в большом счёту, в любом случае, нужно указывать какие сосудистые особенности слегка-безантериального бассейна. Напоследок хотелось бы показать, какие ещё могут быть варианты, которые не отражены в классификации Митчелса классической. Это такой вариант, когда от аорты отходит одна артерия, от которой отходит и общая печёночная артерия, и левожелудочная, и селезёночная, и верхняя брюжеечная. Потом идёт продолжение. Никите, единый ствол, который, где есть священный ствол, в общем, и верхнюю брюжеечную артерию. И ещё может быть вариант, когда действительно от чревного ствола отходит отдельно правая печёночная артерия, тоже она ксексимическому не отражена, но это тоже, безусловно, нужно указать. Общая печёночная артерия шла отдельно, под неё там тоже будет ходить гастродунальная артерия, поэтому знаем, что это общая печёночная. Спасибо за внимание. Продолжение следует...